Ребята, всем привет! С вами Свинья Настя на канале Бутники и Мужки. Сегодня буду снимать обзор всей моей декоративной косметики. Под одним из видео, здесь я его прикреплю, одна девочка оставила комментарий, чтобы я сделала обзор всей косметики. У меня уже есть на канале такое видео, если что, ссылку оставлю в описании, но решила снять второе видео, раз уже вам стало интересно. И под как раз этим же видео мне написали, что у меня вся косметика с Валбриса, хотя не пойму, откуда вот такое мнение пришло, хотя я всю косметику покупаю в основном магнит косметик. И тут у меня есть даже косметика, которую мне купили и подарили скорее. Косметики с Валбриса у меня не так уж и много. Ну, я надеюсь, как раз все посмотрят это видео и показать еще уходовую косметику, потому что с времени того, когда я снимала предыдущие видео, прошло уже достаточно много времени. И появились какие-то обновки, что-то я расхламила, что-то выкинула, что-то наоборот приобрела. Ну, а мы начнем. Давайте сначала покажу свои палетки. На самом деле палеток теней у меня не так уж и много, всего лишь их три штуки, но в принципе мне этого хватает. У меня две палетки от Vivienne Sabo и одна палетка от Beauty Bomb. У меня была еще одна палетка от Beauty Bomb. Оставлю вот эту фотографию. Как раз я снимала в прошлом году обзоры, но почему-то мне она не понравилась, потому что была чересчур яркая, а я яркими тенями вообще не крашусь. Из-за этого я ее расхламила. Мне она была не нужна, просто занимала много места. Ну, давайте я расскажу поподробнее о всех моих палетках. Эту палетку от Beauty Bomb я покупала в Magnet Cosmetic. Это была, наверное, вторая палетка из всей моей коллекции. В 0,3 оттенке. Мне она безумно понравилась. Была очень красивая, нюдовая. Сейчас я, насколько помню, у Beauty Bomb уже эти палетки в постоянной коллекции были и сделали немножко другой дизайн, но, в принципе, оттенки такие же остались. Давайте просфочу. Если что, тень я буду наносить без подложек, без ничего. Кстати, в этой палетке есть оттенок, который мне нравится, но он не пигментированный и его практически не видно. Вот все оттенки, которые здесь есть. Я вот про вот эти два говорила. Когда их на века наносишь, они абсолютно одинаковые получаются. Вот этим черным, он немножко с блестками, я им очень редко пользуюсь, достаточно, в основном вот этими тремя. Ну, а мне эта палетка безумно нравится. Насколько помню, она у нас стоила рублей 700, вроде бы. Вторая палетка из моей коллекции уже от Vivienne Sabo. Да, признаюсь, эту палетку я заказывала на Валбрисе. Она стоила рублей тогда 400, тогда была акция. Больше всего, на самом деле, меня привлек вот этот вот серебристый оттенок. Я сразу в него влюбилась и мне показался он самый красивый. Ну, а остальными цветами, ну, типа, вот такими яркими, я очень редко крашусь. Вообще редко. Ложатся хорошо без подложки, без никакой основы там. Посмотрите, какие великолепные яркие цвета. Я как раз говорила про вот эти вот блестящие оттенки. Вот эти четыре первых, они прям шикарные. Вот этот очень сильно такой яркий, я им практически не пользуюсь. И голубые, фиолетовые, розовые, вот этим синим тоже редко пользуюсь. Но они при этом очень классные и, может быть, кто-то такими пользуется. И, может быть, кто-то такими пользуется цветами, берите на заметку. И последняя палетка, вот эта вот, вот такая вот палетка от Vivienne Sabo. Она такая маленькая, удобная, компактная. Но в четвертом оттенке мне эту палетку подарили, так что об этой палетке ничего не могу сказать, где купили и за сколько. Так что, как-то так. Палетка мне очень нравится. Сейчас ее просфочу и скажу честно, что самый мой любимый оттенок стал вот этот вот. Ой, вот этот вот оттенок, самый первый. Он безумно красивый. Это такой вот, знаете, серебристые, фиолетовые блесточки, там такой дуахромный оттенок. Мне прям такое очень нравится. Вот смотрите, какие красивые оттенки, да? И вот этот вот первый оттенок, он прям шикарный, я не знаю. Мне как раз не хватало черного, чисто-черного без блесток, и он здесь есть. Ну, эти две блестюшки, они прям шикарные. С палетками мы закончили, дальше, наверное, перейдем давайте к таким вот продуктам для лица, типа как база, тональники, консилеры и все такое. Давайте начнем с пудры, она у меня одна. Это вот такая вот пудра от Диваж. Я ее покупала за 400 рублей, плюс-минус 100. Эта пудра невероятно крутая, не знаю, зачем ее сводчить. Но, знаете, как она матирует кожу и создает такой просто нереально фарфоровый оттенок, ну, фарфоровый такой эффект. Мне прям он очень нравится, видите, как я ее использовала. И, наверное, скорее всего, даже не хочу упробовать никакие другие пудры. Повторно куплю ее второй раз. Обязательно берите, не пожалеете. Дальше тональный крем. Ну, особо я тональниками не пользуюсь и вообще кушенными чем-то таким нет. Разве что иногда бывает консилером, и то через раз, когда бывают какие-то высыпания. Но тональным кремом я пользуюсь в редких случаях. Такой вот BB крем от Evelyn. Мне безумно нравится текстура просто. Как он ложится на кожу. Какой создает естественный эффект просто. Такой вот мягкий в нанесении, такой нежный. Водянистая текстура. Мне прям очень нравится. Прям на каждый день это самое то. Ну, я имею в виду тем, кто пользуется тональными средствами. У меня два консилера. Это вот такой вот первый от просто с Вайлдриса был. Самый первый мой консилер. Ничего о нем не могу сказать плохого. Он просто шикарный. Шикарный. Ну, это просто осколками рассыпался, и все. Но он действительно очень хороший. За рублей 80 вроде бы покупала. Прям он шикарный. Перекрывает тоже все супер. И недавно консилер, который я купила. Это вот такой вот консилер от Estrade. Наверное, за рублей 300 вроде бы покупала. Консилер, как консилер, хорошо перекрывает, подойдет на ежедневную основу, так сказать, использовать. Ну, консилер прям суперский. Ничего плохого о нем сказать я не могу. Дальше это база. Трехцветная. Мне кажется, она была у многих. Рублей 100 стоила. Так что очень дешевая. Трехцветная база. Очень интересная она. Типа растушевываешь, она превращается в один такой вот бежевый оттенок, который подстраивается под любой тон кожи. И заключительное, что я хочу показать, это два кушона. Вот. Кушона нереальные, обалденные. Это уже корейские кушоны. Мне их отправили с Кореи. Так что я не могу сказать, за сколько и где их можно купить. Абсолютно не знаю. И достаточно с корейской косметикой я не очень хорошо знакома. Так как у меня ее не очень-то и много. Но при этом могу сказать одно. Корейская косметика, она так и так хорошо славится. Так же, как и белорусская. Но белорусской косметики у меня тоже мало. В основном это российский бренд у меня сейчас везде-всюду. Везде у меня российский бренд. Ну, логичное дело, потому что я в России живу. И косметику покупаю российского бренда. Ничего плохого не могу сказать о других фирмах. Но при этом мне все нравится абсолютно. Первый кушон, который мне подарили, вот такой вот был от какой-то вообще неизвестной для меня фирмы. Вот. Может быть кто-то разбирается, может быть кто-то скажет. Тут зеркальце есть. Вот такой вот спонжик. На самом деле очень приятное нанесение. Он такой вот прям бархатный, нежный. Кушонами я тоже очень редко пользуюсь. И второй кушон, который мне подарили. Вот. Он безумно красивый. И выглядит как какой-то люксовый бренд. Ну, может быть даже и есть что-то. Что-то может быть на люксовом, я вам скажу. Но этим кушоном я еще ни разу не пользовалась, так как еще этот у меня не закончился. Он прям безумно шикарный. Упаковка у него такая вот прям на богатом что-то. Тут зеркальце есть. И тоже такой вот уже черный спонжик. Но он уже круглый. Здесь я свучила давно еще. Текстура более-менее такая влажная. С какой-то такой вот, знаете, приятно ложится. Такая очень легкая, наверное. И такая более лодинистая. Чем в отличие от первого. Честно скажу, туши у меня не так уж и много. Потому что вообще ресницы я не крашу. Вообще абсолютно никогда. Практически абсолютно не пользуюсь. Но при этом у меня есть целых три туши. Вот. Первая от Luxe Visage. Она очень крутая. Удлиняет ресницы XXL. Вот. Покупала за рублей 300, наверное. Очень красивая. И делает эффект накладных ресниц. Правда. Удлиняет очень хорошо. Дальше две туши от Jeanne Michelle. Вот эта золотистая тушь. Я ее уже расхламляю. Потому что, наверное, срок годности прошел. Это была самая первая моя тушка из всей косметики, что тут у меня есть. Но при этом я могу сказать, это моя была самая любимая тушь. Потому что, несмотря на свою очень прям маленькую стоимость, рублей меньше 100, безумно крутая. У нее и состав прикольный. И вообще, как она себя ведет, мне прям очень понравилось. Тем более, как считаете, первая косметика была, это достаточно было вау. Она создавала такой эффект прикольный. Прям естественный, знаете. Так что, советую. И вторая тушь. Недавно ее покупала, наверное, тоже за эту же цену, Фикси. Наверное, я покупала ее себе на Новый год. Плюс-минус так. Она уже другая немножечко. Это эффект накладных ресниц. И смотрите, какая щеточка интересная. Я ее купила, но так и не пользуюсь. Видите, она полностью новая и чистенькая даже. Но тушь эта тоже шикарная, прикольная. Плохих тушей у меня нет. Ребята, если хотите, чтобы я сняла продолжение, вторую часть, обязательно ставьте побольше лайков, я пойму. И выставлю как можно скорее вторую часть. Ну, а всем пока, пока-пока. Всех люблю. Субтитры сделал DimaTorzok